Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео по игрушечке Clash of Clans. Заканчивается сезон на деревне строителя, остаётся пару минуток. Кстати говоря, время тормознуло. Короче, 2 минуты 50 секунд остаётся, но уже сейчас он закончится. Я за него в местном топе топ-1. Ну, естественно, я обещал это сделать, и апнуть 6000 кубков, я, честно говоря, думал не получится, потому что, ну, заболел, сейчас тяжело говорить, конечно, в горло, в нос, точнее, в горло. Короче говоря, 6000 взято, это мой первый пуш, который занял всего, там, недельки-две. И то, пуш, знаете, какого типа, я играл по 20 минут в день. Ну, то есть, это не пуш. Кто играет в пуш, от кубки, они занимают топ-1, как бы местный топ, они задроты, они знают все стратегии, все базы, все ловушки. И сегодня я бы хотел рассказать более подробнее, я не знаю, получится это сделать или нет. Много факторов, которые, как бы, негативят в этом пуше, и я бы, например, второй раз бы точно пушить кубки не стал. Поэтому сегодня я постараюсь всё это донести, и, как вы понимаете, второй раз я бы точно не стал пушить, и это действительно факт. Кстати говоря, в глобальном топе я на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту занимаю 128 место. В прошлом видео я говорил про онлайн-атаки, но на самом деле это сделать очень тяжело, потому что я играю через DNS или же через VPN. Ну, когда, как получится на телефоне, например, только VPN есть, я не настраивал DNS. И, короче говоря, вы должны понимать, что бывают вылеты, бывает сама игра крашится. И я бы не хотел это увидеть и записать. И, короче говоря, много факторов, которые могут повлиять на это при записи. Поэтому, ну, просто нет желания записывать в таком факторе онлайн-атаки. Поэтому сегодня мы рассмотрим вот эти вот атаки. Надеюсь, после конца сезона сейчас эти повторы не потрутся, иначе реально придётся идти в глобал и показывать вам онлайн-атаки. Правда, кубками ниже, но, тем не менее, смысла никакого и разницы не будет точно между вот этими атаками, и которые я вам покажу на кубках пониже. Да, вы правильно понимаете, это первое, что мне не нравится. Это, конечно же, вот такая вот игра с возможными вылетами. Ну, и второй признак, то, что мне не нравится, это всё зависит скорее больше от расстановки. Если же вы, я как сказал в прошлом видео, показываете красивые шестерёшечные атаки на 200%, это ничего не горит, потому что, скорее всего, вас тоже снесут на 200%, и, соответственно, ну, вы просто потратили, поскольку по 5 минут примерно атаки длится вот этими маркирами, вы просто потратили 5 минут и, как бы, всё, и играете дальше. Ну, как бы, ждёте такого момента, чтобы какой-то чувак ложенул и, например, вот слил, как вот эти двое. И, соответственно, минуснули всего оба 30 трофеев примерно. Ну, а вы же в этот момент прибавляете 80-90 трофеев 100%. Ну, и кто-то скажет, естественно, в этом и заключается смысл, что где-то кто-то ошибётся, и благодаря этому ты поднимаешь трофеи. В целом, я согласен, иначе было бы неинтересно. Раньше было, конечно, всё гораздо проще, когда вот крашили кубки, но, естественно, раньше и были кубки максимальные. Сколько там чувак апнул? Почти 13 тысяч нас спамил, поэтому да. Сейчас топ абсолютно другой. Кстати говоря, в начале видео я показывал прошлый сезон и нынешний сезон. Как вы заметили, в этот раз на 300-400 трофеев меньше. То есть сейчас 6000 это как в прошлый раз 6400. Ну, фактически, да? То есть я могу считать, что я апнул 6400. На самом деле нет, но, тем не менее, прикольный результат, я считаю, для первого пуша кубков. Ах да, кстати, я встал в 6 часов, чтобы записать сегодняшнее видео, потому что мне надо было немножко поднять кубков, и это при учёте того, что я лёг спать в 3. Ну, как бы вы понимаете, да, что сейчас очень фигово, потому что мало того, что болеешь, так ещё и не выспался. Короче говоря, это тоже не очень нравится мне, когда сезон заканчивается в 8 часов утра. Это, конечно, такое себе. Это... Ладно бы он просто закончился, но когда тебе нужно ещё поиграть, немножко записать видео, такое себе, конечно, удовольствие, поэтому онлайна так, как вы понимаете, и не будет сегодня. Ладно, не буду я больше отговорки всякие придумывать, почему их нет. Ну, короче, у меня всего было 2 расстановки. Я их размещу в описании, потому что я их больше использовать, скорее всего, не буду. Вы можете их использовать, и в целом... Ну, они работают, но не всегда. И, как правило, вот эти вот мортирщики, которые сидят на этих трофеях, вас точно снесут, так как они здесь повсюду. Вот второй фактор, чего мне не нравится, это имбовые пушки. Но имбовые только в прямых руках, напомню, потому что пушки, это, знаете, такая дичь просто, которой нужно уметь играть. Вот реально дичь, которую я не люблю. Почему? Потому что это уныло и неинтересно для меня, так как атака длится по 5-6 минут, тебе нужно каждую клеточку просчитать, каждую ловушку угадать у чувака, а ловушки расставляются так сложно, что бывает, что у тебя 2 мортира отлетают, и в итоге ты только из-за этих ловушек грёбанных и сливаешь. Короче говоря, пушки, это... Я не люблю их, это моё самое нелюбимое, но при этом меня очень часто ими сносят, и поэтому я их и не люблю, короче говоря. Но вы можете использовать микс, который вам нравится. Кстати говоря, тут в чём прикол? Тут очень многие играют всего одним миксом, потому что я вот частенько встречаю вот этого Фазри, он как играл этими дракончиками с одной мортирой, так и играет, дед дилеров. Короче говоря, тут ты познакомишься со всеми никами, которые существуют, и с кланами тоже. Ну, я не знаком с ними, я просто их встречаю, и они уже, знаете, как-то заезжены, что ли. Ты уже понимаешь, что там за база, ты просто выучиваешь их базы, хотя игроков там 200-300, но ты уже знаешь эту базу, знаешь, где находится Тесла, знаешь, где находится ловушка, и это раздражает. Но в то же время и кайфуешь от этого, что ты его прочитал тупо, и, конечно же, делаешь красивую шестерёшечную атаку. Или же даже меняешь микс, если в прошлый раз не получилось затащить, то меняешь микс, и, соответственно, тащишь другим миксом. Но в начале видео вы услышали всё правильно. Всего одной расстановкой, и всего одним миксом, я поднял те трофеи, которые сейчас у меня есть. Так как у меня была вторая расстановка, но я её почти не использовал, это вот эта. И у меня была вторая стратегия, которую я тоже перестал использовать. Я подумал, зачем, если и так, в принципе, через одну получаются шестерёхи, и это фиксированная атака на 5 звёзд. Потому что, ну, не бывает такого, чтобы я слил на... Ладно, бывает. Хе-хе. Лол, 149%. Ну, не повезло, запас остался маленький. Ах да, я, кстати, тут экспериментировал, скорее всего, из-за этого и не получилось. Надо было брать всё-таки просто по стандарту стандартные 5 скелетоносов и плюс остальные мухи. Даже на вторую карту тоже. И тогда бы там точно получилось бы 5 звёзд и 150 плюс процента. Ну и как раз таки повторюсь, чтобы быть и оказаться вот здесь, вам нужно как минимум 2 расстановки, желательно 3. И через каждую атаку вам придётся там где-то менять ловушки, где-то теслы. Короче говоря, обхитрить врага, потому что, я как сказал в прошлом видео, они друг друга все тут знают, так как они играют друг против друга. То есть, если вы находитесь на 6500, вам попадаются игроки 6300, 6400, 6500, может быть чуть выше. Ну, примерно в этом диапазоне кубков. Поэтому, как правило, они на дню могут встретить себя раза 2-3. И это нормально. Но самое такое печальное, знаете что? Вот у меня всего 5900-6000 кубков, да? И за лупой я слежу порядкой ну, 3-10 минут. В конце сезона, конечно, уже было более-менее, и подбор начался нормальный. Но, если кубки будут более выше, то есть 6500, вы в поиске будете сидеть по полчаса, по часу, по два, по три, я не знаю сколько. Но это, блин, ну, я не знаю. В легенде, по крайней мере, не так долго всё это проходит. Хотя более выше по кубкам нормально там. Может быть, придётся поискать чуть-чуть. Хотя там уже найдены вот эти 8 атак. Короче, я не знаю, что насчёт этого сказать, но мне не нравится вся эта система. Я не любитель ждать, не любитель заморачиваться. Вот у меня была цель 6000 кубков, у меня была задача прапать, ну, хотя бы местный топ. В целом это у меня получилось, поэтому я этим и доволен. Было бы правильнее посмотреть атаки, которые проводил я, как они получались, что я делал, мои действия. Но нет, я посмотрю, как сносят меня на 6 звёзд, потому что это стандартная атака. Кто-то использует в роли сноса башен лучниц дракончиков, кто-то использует как раз-таки лучниц. И вот как раз-таки посмотрим, как это всё используется. Как они всё-таки сносят меня, просто очень интересно. Хотя, нифига не интересно, я и так знаю, они все отманивают эту лаву на боевую машину. В этот момент мортиры сносят лаву. И всё, пока машина танкует, пушки наносят урон. Ну и, соответственно, один сектор просто уносится моментально. И никакого урона больше наносить этим мортирам не будет. Ни ловушки, там прочее. Тут уже пробилась секция. Мортира легко достает до башни лучниц. Кстати говоря, боевая машина очень помогла пробить секцию. В итоге, башню лучниц благополучно сносят. Тут же башня лучниц находится возле забора. Поэтому проблем никаких нет. Проверяется ловушка. Всё. Лучница легко и непринужденно сносит эту башню лучниц. Мортирка подъезжает. Бам-бам-бим-бум. Три мортира живых. Это же нереально много. И плюс ещё две лучницы. О, пардон. Четыре лов... Четыре мортира. Это же какой запас просто. Поэтому я и говорю, что я не люблю играть мортирами. Точнее, когда против меня играют. Но это стопроцентная шестерёха, если у вас атака идёт по плану. И вы умеете следить за имя. И как раз таки почищать правильно путь для мортира. Но даже если вы будете смещать, получается, расстановку к углу, ничего не выйдет. Абсолютно. Они найдут угол, где накинуть мортиру. И как раз таки расправляются легко с караульной. Правда, иногда приходится им юзать другие войска. Но, как правило, мортира в соло может расправиться с караульной без проблем. Ну и при этом остаться живой. ХП будет мало, но она останется. Самое главное вовремя заюзать другой режим мортира. И опять таки на второй карте огромный запас. Даже я не знаю, такого запаса у меня явно никогда не бывало и не будет, потому что я играю дефолт миксом, которым играли года три назад. И он по сей день тащит, если делать всё правильно. А вот это не понял. Почему меня скинуло на 4 950 трофеев? Раньше вроде как на 5000 скидывало, возможно, что-то изменили. Но тем не менее, все игроки, которые в местном топе они как бы с 5000 начали. А почему я должен иметь 4 950 трофеев? What the fuck are you doing? Я не понял. Я теперь на самом не получается. Ну, короче, не важно. Ладно, меня сейчас это не сильно интересует. Давайте посмотрим атаку на него же, как я его снес базу. Вроде бы как это тоже полностью прокачанная ДС-10, но правда вот сборщик на прокачку стоял, да. Но никак он не повлияет. На атаку абсолютно стоит он на прокачке там не стоит. Короче говоря, дефолт бас тут очень много, как минимум штук 6 я уже выучил, которые я сносил этим миксом, который у вас перед глазами. И это работает абсолютно всегда и скорее всего даже не зависит от того, как они расставят Теслы и свои ловушки. Так как самое главное почистить вот так вот углом, после этого закинуть скелетоносцев в роли танка и не спешить с высадкой мух, потому что они частенько ловят ловушки. Если они словят ловушки, то мух будет мало и соответственно ваши танки уже попросту нафиг не нужны. Они танковать-то будут, но кто наносить позади урон будет. Поэтому танки это как бы классно, но когда мух не остается это печально. Тут же запас мух огроменнейший остался, плюс вертолет и я принял решение не заворачиваться, также добавил два скелетоносца. Этого будет более чем достаточно на пять ПВОшек. Один вертолет у нас танкует от одной ПВОшки, он всего один, это я неправильно сказал. Ну короче, он танкует от ПВОшки, позади закидываем два скелетоносца, мухариков, ну и все, как бы просто смотрим на сносатый базу на три звезды. Более чем достаточно на пять ПВОшек, тем более где-то мы можем заюзать способность вертолета, он подлетит ближе и соответственно уже он начнет танковать. Тут же это не пригодилось, запас мух неплохой, вертолет живой и это шесть звезд. Вот эта база тоже дефолт, кто не знает как ее сносить, вот как раз таки сейчас и посмотрите дефолт, потому что тут стоит типа читерский лава, ее никак не встретить, это знаете база якобы против пушек, но на самом деле ее и пушками фигачат, и как я воздушным вот этим миксом фигачат, давайте даже ускорим. где-то снос сильных строений, точнее по хп мощных, чтобы войскам было быстрее залетать в центр и чтобы они центр сносили намного быстрее, им позади ничего не мешало. Я тут снизу накинул скеледоносца, он танковал отлично, но скажу честно эта атака получилась не очень шикарной и была даже на грани слива, но муха здесь зарешала прям очень хорошо, хотя в принципе запас мушек остался и да, тут стояла на прокачке пушка, но опять-таки она нам никак не помешает, потому что я беру добавок 2 скеледоносца, аж целых 3 скеледоносца будут сносить данную базу, тут надо было чуть подождать, чтобы машина снесла пв-шку, но как бы пофиг, короче говоря, машина благополучно сносит 2 пв-шки, а все остальное достается скеледоносцам и мухам. Ну и давайте еще один реплей какой-нибудь посмотрим, например, на вот этого вот соперника, ее по-моему не встречал, так как лава здесь стоит с краю, ее легко снести, кто атакует пушками, поэтому маловероятно, что эта база будет хорошая, хотя опять как раз-таки видите обманочки вот эти вот с теслами, с ловушками, ну короче, кто бы направлял пушки, тот бы конечно удивился бы наличию вот этих вот самых тесел, я же нет, я не заморачиваюсь, вообще пофиг, где эта тесла вылезет, абсолютно, почищаю потихонечку один угол, сверху проверил очень много будет и честно, я тут не успел немножечко закинуть скелетоносца и он у меня не стал принимать урон, сейчас увидите, почему, вот я начал набрасывать и бац, позади вертолета этот скелетоносец летел со скоростью слабой, меньшей намного, чем вертолет, вертолет ускорился и от арбалета он принимал урон, это все, это гг, если нет вертолета к следующей атаке, то атака очень может сказаться печальной и даже, кстати говоря, конец этой атаке, самой первой на базе тоже может быть печальной вертолет, это знаете, как, ну, универсальный солдат, он и по дефу фигачит, и по строениям, и если его не будет такого пассивного дамага, то есть вероятность даже и не успеть затащить, но тут запас получился такой, прям, не сказать, что большой, но и база, кстати говоря, упрощена для меня очень сильно, так как ПВОшки на улице стоят, это же круто, боевой машиной благополучно могу снести хотя бы одну, и три скелетоноса будут танковать круто, мощно, и, кстати, рядом с забором стоят ПВОшки, поэтому это тоже сказалось, ну, и остатки юнитов с легкостью расправляются с этой базой, в общем-то, друзья, вот такой вот походец у меня получился, и с моей точки зрения, нынешняя деревня строителя, это только деф, как мне кажется, чтобы подловить соперника на ловушках, на теслах, на вашей расстановке, и не потерять много трофеев, ну, а ваша же точка зрения научиться бить хотя бы двумя-тремя миксами, и нормально сносить, но больше всего влияет, конечно же, расстановка, без нее, какие бы атаки, я повторюсь, вы не делали, вы будете либо держаться на трофеях, либо опускаться, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok